Совсем недавно, 15 марта, президент Алмазбек Атамбаев уверял общественность о том, что в Кыргызстане нет запретных тем, которые не освещали бы СМИ. А по уровню свободы слова страна занимает ведущее место в регионе. По уровню свободы слова Кыргызстан занимает, я бы сказал, ведущее место среди стран региона. Это признано, конечно, и международными рейтингами, агентствами. И, конечно же, одним из самых главных завоеваний, фундаментальных завоеваний апрельской революции стало то, что Кыргызстан стал страной свободных людей, где есть реальная свобода выбора, свобода слова. Но на деле с начала старта президентской гонки начались и массовые иски от имени президента против ряда ведущих СМИ Кыргызстана, как радио Азатык, информационные порталы Заноза и 24КГ. А ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении журналиста московской Ферганы Улукбека Бабакулова за то, что он в своей статье привел националистические высказывания пользователей соцсетей. Казалось бы, что это предел всевозможного давления на средства массовой информации. Но на этом иски не прекратились. Несколько дней назад со скоростью света прошел суд над телеканалом «Сентябрь». В течение одного дня судебные власти решили закрыть единственный телеканал в стране, критикующий власть. Когда начали зачитывать все это, исходя из стрессовой ситуации, главному редактору стало плохо. И она вышла из зала суда, но тем не менее процесс продолжился без нее, то есть без ответчика, без адвоката, без никого, без нас. Продолжилось судебное заседание. Позже выяснилось, что генеральная прокуратура подала иск в связи с высказыванием экс-главы Ожского областного УВД Абделды Капарова в прямом эфире Джалалабадского телеканала «Сентябрь» в 2016 году, когда он осудил, что на открытии школы в Вороване играл гимн Узбекистана. По версии генпрокуратуры, слова Капарова были признаны экстремистскими. Нас нет в суде, то есть мы не принимали участие в суде, мы не знакомы с заявлением, но тем не менее выносят такое решение, чтобы закрыть канал. Абдул Капаров выходил, я бы хотела сказать, Абдул Капаров, он выходил на телеканале «Сентябрь» в Джалалабаде, который сейчас не имеет отношения к нынешнему цифровому телеканалу. Ни главный редактор и ни другие представители с сентября не были ознакомлены с материалами дела и попросили дать время, сообщив, что понятия не имеют, по каким причинам иск был подан. Также были выдвинуты и ряд других, а дата истребовали записывать процесс на видео, но все просьбы суд отклонил. Без аздыр, сіздер мен дүргелікті, «Сентябрь» телеканалының «Юркедуге» жалғы запозициялы каналы, прокуратура имны үшін арыз жазғандығын чоуы кірмік жөз. Сауы! Я вам пока запрещаю до разрешения председательства. Вы что снимаете? Ну-ка вышли все. Вышли оператор. Здесь запись только с согласия председательства. Сюда сядьте, все сядьте. Вы представитель? Убираем камеру. Я вам говорю, выйдите из кабинета. Сейчас пока ходатайся не заявили, буду решать судебный процесс. Сразу же после рассмотрения дела районный суд установил, что телеканал «Сентябрь» распространяет экстремистские материалы и приняли решение закрыть телеканал. Юристы и медиаэксперты в один голос начали указывать на нарушение процессуального кодекса и раскритиковали решение Первомайского суда. Если они признаны экстремистскими, то тогда, в принципе, именно эти материалы можно было вывести из контекста, убрать, изъять, признать их экстремистскими, но закрывать, запрещать, вещать телеканал весь – это незаконно. За одно интервью, которое год назад дал Капаров, признать весь телеканал экстремистским – это нонсенс. Адвокат, защищающий интересы телеканала «Сентябрь» Алтынай Исаева, тоже отметила грубые нарушения со стороны судей и считает, что согласно законодательству о СМИ, телеканал не несет ответственность за высказывания респондентов в прямом эфире. То есть, по закону, опять же, по противодействию экстремистской деятельности, там есть четкая процедура в отношении средств массовой информации, которые допускают распространение экстремистских материалов. То есть, сразу закрыть канал, сразу прекратить деятельность средств массовой информации не могут. То есть, вначале это должно было быть предостережение. То есть, генеральная прокуратура или уполномоченный орган выносит предостережение СМИ, говорит, вот, вы распространяете противоправный контент, просим вас принять меры по его устранению. Это первый момент. Второй момент – сроки. То есть, насколько быстро вчера было вынесено решение, то, какие меры, да, вообще, каково было поведение суда, да, вчера. То есть, по закону, опять же, да, стороне, ответчику должно было быть предоставлено право, чтобы он ознакомился с материалами дела, чтобы он понял суть претензий к нему. Было ли вчера такое сделано? Нет, не было. Мы знаем, что главный редактор не присутствовал. Решение было вынесено в отсутствии заинтересованной стороны, а именно представителей телерадиокомпании «Сентябрь». Сразу после закрытия телеканала были возмущены многие авторитетные политические деятели. Экс-президент Роза Утунбаева предполагает, что за таким решением, возможно, стоит и сам президент Алмазбек Атамбаев. Я считаю, что это, возможно, личное решение президента. Сегодня прокуратура или другие ведомства перестали думать, как будут это все исполнять. Я уже перестала удивляться, как они в тот же момент исполняют, как получают приказы. Вот мы только вышли из судебных процессов по делу Тикибаева. Мы все видели, всего трое человек решают. Все напомнило мне изовщину 37-го года. Нынешняя молодежь не знает, что тогда было. Сентябрь смотрят весь слой общества. Когда бы я не поехала на юг, если ждут новости, они ждут их на сентябре. По мнению депутата парламента Джанара Акаева, сентябрь был одним из немногих СМИ, которые говорили правду. Запретив вещание оппозиционному телеканалу, властям не удастся полностью воспрепятствовать выражаться свободно. Я думаю, что он сам тщательно следит за тем, что пишут в СМИ. По моему мнению, как кажется, ему скорее подают в неправильном ракурсе его приближенные или близкие. И это его подталкивает на такие действия. Мне не верится, что именно президент принимает такие решения. В принципе, его подчиненные могут делать, что хотят. Сотрудники телеканала, несмотря на запрет, продолжают работать. Телеканал будет оспаривать решения суда, хотя сами не верят в справедливость судебных систем. Тем временем международные организации обратили внимание на всеобщую ситуацию вокруг свободы слова в Кыргызстане. Представительница международной правозащитной организации Human Rights Watch Мира Ритман обеспокоена тем, что иск телеканала «Сентябрь» рассматривался без соблюдения соответствующих процессуальных норм. Иначе говоря, сотрудники телеканала не были заранее оповещены о поступлении иска на них. Human Rights Watch обеспокоена ухудшением положения средств массовой информации. Кыргызстан при любых обстоятельствах должен уважать свободу слова. Это особенно важно перед выборами. Власть должна быть гарантом соблюдения свободы слова и свободы выражения мысли. Журналисты не должны привлекаться к судебной ответственности свободы. Слово должно защищаться. Слава Цыпы. Сентябрь телеканалының белчуэлліңіз? Білям. Кандай гөрсеттілердің көріс? Яkmе гөптілің гөрсеттілердің көрбіг үйдеoisу 판 priїв көрбілі. Академия Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...